Добрый день, уважаемые коллеги! Я Зимина Вера Николаевна и рада вас приветствовать на площадке МИЦФИЗИО-пульмонологии инфекционных заболеваний в популярном вебинаре, который мы проводим. И сегодняшний вебинар будет посвящен проблеме легочных микобактериозов и туберкулезов. И мы обсудим подходы к диагностике и лечению этих двух заболеваний, обсудим общие моменты и различия. На этом слайде я вам представляю источники литературы, которые были использованы для создания данной презентации. Почему я делаю на этом акцент? Потому что нозология микобактериоза пока не имеет своих клинических рекомендаций, которые были бы одобрены нашим регулятором Министерства здравоохранения Российской Федерации. И поэтому в основном на подходы к диагностике и лечению я буду опираться, используя международные опыты и международные гайдлайны. Итак, специалисты, которые вовлечены в проблемы микобактериозов, их достаточно много. Это, конечно, аптезиаторы, это пульмонологи, это инфекционисты, это специалисты, занимающиеся ВИЧ-инфекцией уже внутри, инфекционной практикой. Это хирурги, это ортопеды, это драматологи. Это я перечислила всех специалистов, которые могут споткнуться с микобактериозом в той или иной форме. Но надо сказать, что львиную долю заболеваний, которые вызывает микобактериоз, это легочные формы микобактериоза. 90% всех случаев регистрированного микобактериоза приходится на поражение легких. И как раз об этих формах микобактериоза мы сегодня с вами будем говорить. Этиология заболеваний микобактериоза. Это нетуберкулезные микобактерии. В отличие от микобактериоза, где возбудитель определен одним комплексом, в котором входят от 5 до 7 видов туберкулезных микобактерий, то количество нетуберкулезных микобактерий, способных вызвать заболевания, гораздо-гораздо больше, на порядок больше. Но справедливости ради надо сказать, что клинически значимых тоже примерно около 10. Источник инфицирования это аэрозоль, содержащий эти бактерии, и чаще всего это аэрозоль над водными поверхностями, или в душе, которое мы вдыхаем, или при определении алиментарном, неплохо промытых овощей или фруктов. Распространенно, сейчас об этом будем говорить. На сегодняшний день вообще специалисты, вовлеченные проблемой, говорят, что это новая глобальная проблема современности. Почему? Потому что очень быстро нарастает количество регистрированных случаев. Примерно по 4% в год перерастает количество пациентов, которым ставится диагноз микобактериоз в мире. Своевременная диагностика, она порой бывает затруднена в связи с неспецифическими проявлениями, относительно медленным прогрессированием, а также ограничениями в ресурсах и осведомленности общей лечебной сети об этом заболевании. И вот поэтому мы берем на себя такую функцию, ролик, как можно больше рассказывать об этом заболевании. По счастью, для Российской Федерации диагностика особенно легочных микобактериозов не сильно сложна. Почему? Потому что вся территория Российской Федерации покрыта хорошими бактериологическими лабораториями, способные выявлять микобактерии, туберкулезы или нетуберкулезные микобактерии. Но, к сожалению, алгоритм диагностики рутинный в афтезиатрических учреждениях в этих лабораториях заканчивается на том, что нам специалисты в лабораторной диагностике говорят, это микобактерия туберкулезная, либо какая-то иная. А видовая идентификация Давида, она доступна только очень высокоспециализированным лабораториям, референсным лабораториям, и не каждая областная лаборатория имеет возможность типировать Давида. Если говорить о лечении, об этом тоже коснемся. Оно длительное, схоже с тем, как мы лечим туберкулез, экономически достаточно задостратное и не с простым профилем безопасности. Вот на этом слайде мы вам показываем эпидемиологию, количество новых случаев на 100 тысяч населений, которые дают регистры стран, которые регистрируют заболеваемость микобактериозом. И вы видите, что после последних десятилетий регистрация случаев увеличилась от 2 до 15 раз. Конечно, это связано не только с тем, как распространяется заболевание, но как оно фиксируется, как улучшаются подходы к диагностике. Но как бы там то ни было, абсолютно очевидно, мы имеем абсолютно восходящий тренд увеличения количества заболевших микобактериозом последние десятилетия, двадцатилетия, ну то есть, так скажем, в нашем 21 веке. И еще более наглядно демонстрируют рост микобактериозов вот эти два слайда. На первом слайде показан рост микобактериозов у пациентов без ВИЧ-инфекции. Видите, он абсолютно тоже, видите, восходящий тренд. А две нижние кривые – это микобактериоз у пациентов с ВИЧ-инфекцией. И здесь роста мы не наблюдаем, и понятно тоже очевидно, с чем это связано. С широким охватом антиретровирусной терапии, а микобактериоз у пациентов с ВИЧ-инфекцией – это абсолютный оппортунист, очень глубокий оппортунист, который развивается у пациентов с количеством CD4-лимфоцитов меньше 50 в подавляющем большинстве случаев. Таких людей, по счастью, становится все меньше и меньше, потому что мы относительно вовремя начинаем лечить антиретровирусную терапию, и пациенты, соответственно, не развивают это заболевание. А вот легочный микобактериоз у лиц компетентных, иммунокомпетентных, вот количество таких пациентов, безусловно, нарастает. И второй слайд – это демонстрация двух кривых заболеваемости туберкулезом и микобактериозом в Японии. Вот, смотрите, начиная с 2008 года, заболеваемость туберкулезом и микобактериозом в Японии сравнялась. И с 2008 по 2015 год, эта публикация к этой дате нас отсылает, но сейчас, наверное, еще эти кривые больше разошли с 2023 года, вы видите, как стремительно нарастает количество случаев, регистрируемых с микобактериозом, и медленно, но все же снижается количество пациентов с туберкулезом. Национальной статистики по пораженности заболеваемости микобактериозами в Российской Федерации нет. Но в рамках дистриционного исследования один из наших сотрудников кафедры Российского университета дружбы народов проводит исследование. Мы оценили пораженность туберкулезом и микобактериозом в двух субъектах Российской Федерации – Владимирской области и Республики Мариэл. И вот видите, какие у нас получились данные. Пока пораженность микобактериозом в этих регионах Центрально-федерального округа Российской Федерации пока не очень высокая – 1,5 и 4,3 на 100 тысяч населения. И показатели пораженности в 2016 году были туберкулезом достаточно выше. Сейчас, конечно, они уже к 2023 году… Ну, результаты у нас есть по 2022 году, конечно, это показатели ниже, но все равно в десятки раз заболеваемость туберкулезом предположительно выше, чем заболеваемость микобактериозом. Но картина, я думаю, меняется у нас примерно так же, как и в европейских странах на североамериканском континенте. Значительно мы снижаем заболеваемость моноинфекцией туберкулезом, и при этом мы уже даже по своему клиническому опыту видим, как растет количество больных с микобактериозом, с легочным микобактериозом. Каждый, кто занимается в тезиатрической практике, абсолютно четко регистрирует по своему собственному клиническому опыту. Основные микобактерии, вызывающие поражение легких, представлены вот на этом слайде. Львиную долю микобактериозов, особенно в северных широтах европейского и североамериканского континента, и вот нашей страны в большей степени, вот наш центральный федеральный округ, это микобактериоавиум комплекса. И вторая позначенность микобактерии, это микобактерия абсессус. Это быстрорастущая микобактерия, сложная для курации, об этом я скажу чуть попозже. Надо сказать, что быстрорастущие микобактерии чаще вызывают микобактериоз в восточных странах, ну, так скажем, в азиатских странах, и в Японии, и в Китае, может быть, возможно, на нашем Дальнем Востоке, но это нам предстоит узнать, планируя правильно качественное исследование. Но вообще микобактериоз способен вызвать до 60 видов нетуберкулезных микобактерий, но вот клинически значимые, с которыми вот люди, которые занимаются микобактериозом, чаще всего сталкиваются, это вот представлено на этом слайде. По нашим данным, опять же, по суммации тех микобактериозов, которые мы анализировали по двум регионам Российской Федерации, львиная доля пациентов, которые развивали микобактериоз, это микобактериоз, вызванный микобактерием Avium комплекса. Я напомню, что в этот комплекс входят две микобактерии, микобактерием Avium и микобактерием Интрацеллюляре. И вот надо сказать, что по счастью, микобактериоза, вызванных быстрорастущими микобактериями, Мы регистрировали немного, но это не значит, что они отсутствуют в клинической практике. Вот если говорить о своей личной клинической практике, то примерно на 7-8 случаев мекобактериоза, вызванных медленно растущими нетуберкулезными мекобактериями, ко мне приходит один случай мекобактериоза, вызванной быстрорастущей мекобактерией. Чаще всего, конечно, это мекобактерия мавсесус. Есть ли факторы риска развития мекобактериоза? Вот мы говорим о пациентах из групп риска в отношении развития туберкулеза. Мы все их хорошо знаем. Это несколько категорий, которые предлагает Всемирная организация здравоохранения. Прежде всего, это лично инфицированные пациенты, люди из контакта с больным туберкулезом, особенно с бактериоотделением, лица, находящиеся на гемодиализе, лица, планирующие начало геноинженерно-биологической терапии, лица, готовящиеся к трансплантации органов. Есть ли подобные группы риска в отношении развития легочного мекобактериоза? Да, и они абсолютно четко уже определены. Прежде всего, это лица с... Мекобактериоз любит селиться в участках, так скажем, фиброза, связанного с бульозной эмфиземой, допустим, или с бронхоэктазами. Пациенты с муксовицидозом – серьезная группа риска для развития мекобактериоза. Лица с остаточными посттуберкулезными изменениями редко, нередко в зоне посттуберкулезного фиброза, в зоне больших остаточных посттуберкулезных изменений мы регистрируем развитие легочного мекобактериоза. Сначала считают, что это, конечно, рецидив туберкулеза, и потом уже только по достоверным критериям определяется, что это мекобактериоз. Чаще развивается мекобактериоз в пожилом возрасте. И применение ингаляционных глюкокортикостероидных препаратов. И вот как раз ссылка на исследование. Мы очень широко используем ингаляционные глюкокортикостероидные терапии. Это базисная терапия в лечении бронхиальной аспы. Это один из важных компонентов в лечении хронической обструктивной болезни легких. И вы видите на этом слайде, что большое количество пациентов анализировались, которые получали ингаляционные глюкокортикостероидные препараты. И было показано, что действительно их прием, особенно при высоких дозах, повышает риск развития мекобактериоза у пациентов с хобл и бронхиальной астмой. Ну и теперь непосредственно к теме сегодняшнего вебинара «Подходы к диагностике туберкулеза и мекобактериоза». Начнем с того, можем ли мы предположить высокой вероятностью диагноз туберкулеза или мекобактериоза на основании клинических проявлений. Опять же, отсыл к нашему исследованию. К исследованию Лены Николаевны Болбородовой, руководителем диссертационного исследования, которой я и является. Мы опять же проанализировали группу больных с мекобактериозом из двух регионов и сравнили с группой больных с туберкулезом. Причем мы подбор вот этих групп осуществляли предельно скрупулезно. То есть, чтобы нивелировать какое-то смещение выборки, мы просто в день, когда регистрировали в случае мекобактериоза по Центральной врачей и консультативной комиссии, брали случай регистрации больного туберкулеза в регионе. И вот что мы получили, что по клиническим проявлениям достоверных различий между мекобактериозом и туберкулезом не было получено, за исключением одной опции – это кашли. Вроде как оказалось, что пациенты с мекобактериозом чуть более кашляющие, нежели больные с туберкулезом. Но опять же, видите, что буква П у нас приближается практически к 0,5, поэтому тут уже на грани достоверности. Поэтому, конечно, по клиническим проявлениям сказать у нашего пациента туберкулез или мекобактериоз просто абсолютно невозможно. Давайте разберем сравнительную выживанную половую структуру больных туберкулезом и мекобактериозом. Чаще все же мекобактериозом болеют, безусловно, люди в возрасте, медиана возрастная у мекобактериоза 56, против 38 лет у пациентов с туберкулезом. И чаще мекобактериозом болеют женщины. Ну, правильно сказать, с одинаковой частотой и мужчины, и женщины, но по сравнению с больным туберкулезом чаще болеют женщины. Обстоятельства выявления туберкулеза и мекобактериоза тоже абсолютно идентичная картина. Вы видите, с одинаковой частотой мы регистрируем туберкулез и мекобактериоз, выявленный по флюорографическому обследованию. С одинаковой частотой люди обращаются за медицинской помощью с жалобами. И также по типу развития заболевания абсолютно идентичная картина и по микобактериозу, и по туберкулезу. Одинаково часто, практически у половины пациентов заболевание протекает бессимптомно, больше трети подострое течение и очень редко развивается острая картина, острая симптоматика заболевания микобактериоза. Коморбидность в группах пациентов. Естественно, как и предсказательно мы думали, оказалось, что наличие сопутствующей патологии достоверно часто встречалось в группе пациентов с микобактериозом. Это объясняется прежде всего тем, что это более возрастная группа пациентов. Чем старше группа, которую мы анализируем, тем чаще у нее сопутствующая патология. Ну и опять же отсылка нашей группы риска по микобактериозам, это наличие хронических неспецифических заболеваний легких. И безусловно, микобактериоз, вы видите, с высокой достоверностью чаще имели хронические неспецифические заболевания в легких. И вот туберкулез в анамнезе и его последствия мы регистрировали практически у каждого десятого пациента, который развил микобактериоз. Теперь давайте обсудим, можно ли на основании лучевых проявлений, на какого на основании лучевого паттерна решить, это больше похоже на туберкулез или на микобактериоз. Клинические формы туберкулеза, которые принято в классификации рассматривать на территории Российской Федерации, вам всем хорошо известны, это инфильтративный, диссеминированный, очуговый туберкулез, фиброзноковернозный, цирротический, плеврит, может быть еще что-то забыла сейчас на следующем слайде, это все обсудим. В международном сообществе медицинском специалистов, которые занимаются микобактериозом, лучевые проявления принято делить на три группы. Пациенты с фиброковитарной формой микобактериоза, очень которая напоминает фиброзноковернозный наш туберкулез, и пациенты с узелково-бронхиотической формой микобактериоза. Это микобактериоз, который напоминает такой вот суховатый, инфильтративный или очаговый туберкулез, пока еще без деструкции. Кроме того, специалисты выделяют еще и третью группу, микобактериальный гипосинтитивный пневмонит. В своей реальной клинической практике я ни разу таких пациентов не встречала. Возможно, у меня смещенная выборка наблюдений моих пациентов, возможно, специалисты-пульмонологи, работающие в стационаре, видели таких пациентов. Но во всяком случае, однозначно можно сказать, что пациенты с микобактериальным гипосинтитивным пневмонитом встречаются гораздо речь, чем те пациенты, рентгенограммы которых представлены на данном слайде. В свою очередь, в своем исследовании Елена Николаевна предприняла такой вот интересный шаг с позиции дизайна исследования. И мы пациента с микобактериозом условно разделили на те клинические формы, которые мы поставили бы, если бы это был туберкулез. Потому что понимаем, да, что картина и туберкулеза, и микобактериоза очень-очень по своим паттернам схожи. И вот смотрите, какая у нас получилась сравнительная лучевая характеристика этих двух заболеваний. Опять же, практически можно даже один или другой слайд наложить, и он не сильно-то будет отличаться. У нас самая лидирующая форма была инфильтративная форма, чуть реже очуговый туберкулез, диссеминированный. В чем особенность? В том, что плеврит не встречается при микобактериозе, и это мы видим также и на группе пациентов с ВИЧ-инфекцией. Почему-то нет тропности нетуберкулезных микобактерий, прежде всего микобактерия мавиума, комплексы к поражению плевры. А в свою очередь для туберкулеза развитие плеврита достаточно типично и характерно. Поэтому, обсуждая и заканчивая блок по лучевой диагностике, мы тоже не можем сказать, что на основании лучевой картины мы можем склонить свое суждение в пользу одного заболевания или другого. Лучевые паттерны действительно очень схожи, но, опять же, хочу обратить ваше внимание, что если вы будете заниматься многими микобактериозами и туберкулезом, если у вас будет опыт большой насмотренности лучевой картины этих двух заболеваний, вы уже будете чувствовать, что, знаете, интуитивно, вы будете понимать, что эта картина чуть больше похожа на микобактериоз, нежели на туберкулез. На основании каких критериев? Опять же, это я сужу по своему клиническому опыту. Микобактериоз – это более, так скажем, сухое воспаление, меньше вот такой эксидативной реакции вокруг вот этих очагов, может быть чуть более рассеянное поражение в легких, обращая внимание, конечно, наличие вот фиброза, бронхоэктазов и булезной эмфиземы. Но, опять же, уважаемые коллеги, все это только вот критерии такие очень малые и дополнительные. Да, когда смотрим мы на снимок, обсуждаем ситуацию с пациентом, можем с большей вероятностью подумать, что это окажется микобактериозом, нежели туберкулезом, но для окончательного суждения это все все равно не подходит. Окончательное суждение мы строим на основании достоверного критерия. Итак, давайте вспомним, какие у нас диагностические критерии туберкулеза легких. Мы диагноз туберкулеза легких выставляем на основании клинико-учевого паттерна, то есть мы не станем обследовать на микобактерии пациента, у пациента забирать биосубстрат, но мокротов чаще всего, если мы не видим клинико-учевых каких-то проявлений в пользу заболевания, естественно. Первое – это клинические проявления, наличие общих и или респираторных симптомов, маловыраженных чаще всего, и вот достаточно типичный синдромокомплекс по лучевой картине. И плюс микробиологические и гистопатологические. Как минимум, однократное обнаружение микобактерий, туберкулеза или ее генетического материала в любом биосубстрате – это тождественно диагнозу. То есть если мы хоть однократно обнаружили туберкулезную микобактерию, при условии, если у нас есть клинико-учевые проявления, это критерий диагноза, значит, у пациента туберкулез, и однозначно нам только просто надо его утвердить коллегиально на комиссии. Если микобактерии не обнаружили, это не позволяет нам отквернуть концепцию туберкулеза, если мы о нем думаем на основании клиника лучевого паттерна. Тогда можно пойти двумя путями к диагностике. Либо брать биопсию на основании. Неморфолог нам скажет, что действительно это типичная гранулеома. Опять же, подобные гистопатологические изменения будут и при микобактериозе, о котором мы с вами обговариваем, это обязательно биоптат надо исследовать и на микобактерии. И рост микобактерий туберкулеза или нетуберкулезной, опять же, нас подведет к диагнозу. И иногда, если у нас нет возможности выполнять биопсию, или выполнение нецелесообразно, такое тоже бывает, риск осложнения превышает целесообразность проведения, то диагноз туберкулеза можно выставить на основании косвенного синдрома комплекса. Это типичный для туберкулеза клинингологический синдрома комплекс, плюс исключение других альтернативных заболеваний. При этом, конечно же, мы предприняли попытки поиска микобактерий туберкулеза, и они не завершались успехом. При диагностике легочного микобактериоза ситуация несколько другая. Первое, так же, как при туберкулезе, это наличие респираторных симптомов или, может быть, общих симптомов, то есть интоксикация тоже может быть при микобактериозе, наличие изменений в легких, которые регистрируются по лучшими методами, исключение иных диагнозов. И следующие критерии, которые важны и самые важные, это микробиологические. Для постановки диагноза микобактериоза нужно два и более положительных посева мокроты на нетуберкулезные микобактерии из разных проб. Или, по меньшей мере, один положительный посев нетуберкулезной микобактерии из БАЛ или из другого стерильного в норме биологической жидкости. Но раз у нас лечь идет сегодня о легочном микобактериозе, то это либо два посева из разных проб из мокропты одного и того же вида, либо однократно посев из бронхоальвеолярного лаважа. И, опять же, гистопатологические изменения, которые абсолютно идентичны с тем, как проявляет себя туберкулез, но только из этого биоптата вырастет нетуберкулезная микобактерия определенного вида. Эти критерии диагностические были уже определены достаточно давно, в 2007 году этот базовый труд с большого количества страниц, порядка 400 страниц от американского таракального сообщества. И подходы к постановке диагноза не предпринимают изменения на протяжении уже практически 15 лет. Что еще здесь важно сказать? Можно ли поставить микобактериоз без видового подтверждения возбудителя? Но вот на сегодняшний день ситуация выглядит так, что нет. Нет. То есть это диагноз исключения. Мы его ставим только на основании, когда мы однозначно подтверждаем этот диагноз выявлением возбудителя. Почему обязательно двухкратное обнаружение нетуберкулезных микобактерий в мокроте? Потому что возможны различные клинические ситуации. Возможно, случайное загрязнение нетуберкулезными микобактериями диагностического материала. А это происходит порой проще, чем загрязнение микобактериями туберкулеза, потому что нетуберкулезные микобактерии – это все-таки условно-патогенные микобактерии, в отличие от микобактерий туберкулеза. Возможно, бессимптомная колонизация органов желудочно-кишечного тракта, респираторного тракта нетуберкулезными микобактериями. И поэтому однократное обнаружение – это тоже еще не критерий диагноза. Особенно, знаете, если вы видите рост нетуберкулезных микобактерий и отсутствие изменений в легких. Ну, такая ситуация может быть контринтуитивна, как она может быть получиться, но иногда такое бывает. Зачем-то взяли, исследовали мокроту у пациента с чистыми легкими, и вот получили рост в одном образце нетуберкулезных микобактерий. Конечно же, мы этот анализ игнорируем. И вот то, что я сказала, двукратное обнаружение одного вида нетуберкулезных микобактерий в нестерильном в норме материале или однократно в стерильном, а бронхоальвиарный лаваш условно специалисты договорились считать стерильным, это считается, что этот человек считается больным микобактериозом. И вот еще один аспект, на котором я хотела с вами обсудить, заканчивая блок по диагностике, это информативно-сценологического тестирования в диагностике туберкулеза и микобактериоза. Мы все хорошо с вами знаем, что вот иммунологические тесты, пробамонту, диаскин-тесты, гра-тесты, они самостоятельного диагностического значения в диагностике туберкулеза у взрослых не имеют, но все же мы иногда обращаемся к тестированию таких пациентов для того, чтобы получить еще один косвенный, относительно веский критерий в пользу туберкулеза. Хотя мы понимаем, что положительный тест может свидетельствовать о наличии латентной туберкулезной инфекции и какого-то другого заболевания, которое сейчас болеет пациент, которым поражены легкие. Ну, может быть, нам удастся отдифференцировать туберкулез от микобактериоза по этому тесту, но вот по данным нашего исследования оказалось, что нет. Да, безусловно, среди больных туберкулезом доля пациента с положительным тестом была выше, безусловно. Но опять же, и среди пациентов с микобактериозом треть пациентов, которым проводилась проба МАНТУ, была положительная, и больше, чем половина, и 12% пациентов, у которых... Так, подождите. А, и 40% пациентов, у которых, которым была поставлена проба СТР, она была положительная. То есть никакого значимого диагностического значения в дифференциальной диагностике туберкулеза и микобактериоза тестирование иммунологического не имеет. В отличие, допустим, от дифференциальной диагностики саркоидоза и туберкулеза, там вот это разделение более значимое. Я сказала саркоидоза и туберкулеза, все верно? Так, с чем это связано? С тем, что значительная доля лиц на территории Российской Федерации имеет латентную туберкулезную инфекцию, и плюс, помните, я вам говорила, что 10% пациентов, которые развили микобактериоз, имели туберкулез в анамнезе. То есть они когда-то перенесли туберкулез, естественно, иммунологическая память сохраняется, и они абсолютно точно навсегда могут иметь положительный иммунологический тест. И не только старый тест, как проба Мантону Дожи, в том числе и современные тесты, проба СТР и Айгра-тесты. Надо сказать, что я напомню, да, особенно инфекционистов, если я нас вдруг слушаю, что вот эти новые тесты, проба СТР и Айгра-тесты, они по своей иммунологической сущности абсолютно идентичны. Ну и давайте обсудим подходы к лечению туберкулеза и микобактериоза. Есть ли схожие какие-то компоненты, есть ли различия? Ну, в основном, конечно, различия. Ну, давайте вспомним, как мы принимаем решение о необходимости лечения туберкулеза у пациентов, о необходимости лечения у пациента с туберкулезом. Коллеги, если есть признаки активного туберкулеза, то есть мы устанавливаем диагноз туберкулеза, не латентной туберкулезной инфекции, не туберкулез в сомнительной активности, а если в диагности будет звучать туберкулез, ну, допустим, очаговый туберкулез, инфильтративный туберкулез, туберкулезный спондилит, если мы устанавливаем диагноз, то лечение назначается всегда. Вот я всегда этот вопрос задаю студентам. Надо ли каждый туберкулез лечить? Может быть, очаговый не стоит лечить, он же не заразный, и мы знаем, что четверть пациентов, которые не лечены, имеют склонность к самопроизвольному излечению, и они начинают фантазировать, мои студенты. Но тут надо сказать, что медицинская общественность договорилась, у нас нет никаких предсказательных факторов, что туберкулез развернется и самопроизвольно излечится. Поэтому, а учитывая то, что туберкулез заразное заболевание, и в инфекционный эпидемиологический процесс, если не леченого туберкулеза, могут быть вовлечены другие группы людей, то, безусловно, если мы ставим диагноз туберкулез, даже если это туберкулез ограниченный, без бактерий выделения, мы начинаем лечить всегда такого человека. Как обстоят дела с решением о необходимости лечения у пациента с микобактериозом? Вот здесь все проще. Заболевания схожие, также имеется тенденция к самопроизвольному излечению, наверное, по всей видимости, с той же вероятностью, то есть у четверти пациента, которые развили микобактериоз, он может самопроизвольно реверсировать, что называется. Поэтому, учитывая то, что заболевание не заразное, обсуждается только на сегодняшний день вероятность заражения среди пациентов с мукобисцидозом от человека к человеку. Во всех остальных случаях микобактериоз не заразен, то в этом случае можно наблюдать за пациентом. Он не заразен, он себя чувствует клинически неплохо. Терапия, которая ему предстоит в случае, если мы ее назначаем, она длительная, не совсем безопасная, с большим количеством, в том числе и химиопрепаратов, и антибактериальных препаратов. Поэтому риск побочных реакций порой превышает необходимость лечения. И вот в моей клинической практике очень много пациентов, которых мы не лечим, мы с ними наблюдаемся и наблюдаемся в течение уже, допустим, трех-четырех лет. Вот, например, около пяти лет я как лечу пациента с микобактериозами. И вот заболевание не прогрессирует, и мы не лечимся. Итак, давайте теперь обсудим, какие показания к лечению. Первое, когда пациент, вот массивный бактериовыделитель, он не заразный, но в макроте мы обнаруживаем кислотоустойчивые микобактерии. А мы помним, да, чувствительность метода микроскопии, больше 5000 микробных тел в одном миллилитре. Вот такое количество возбудителя должно быть, чтобы специалисты лабораторной диагностики нам их увидели в мазке. Поэтому если уже обнаружится не только по посеву, но и кум в макроте, то говорит о том, что микобактерия с массивным бактериовыделением. И если мы видим кавитарную форму, особенно фиброкавитарная форма поражения легких. А если мы видим ограниченную узелково-бронхотическую форму, и можем тогда и наблюдать. Кроме того, мы обсуждаем длительность и подходы к лечению с нашим пациентом. Он должен абсолютно четко выявить свою готовность к такому курсу лечения. Мы смотрим на возраст пациента, сможет ли он у нас перенести такое длительное лечение. Или может быть стоит понаблюдать. И конечно пожилых, очень пожилых людей, возрастную группу 75 и старше, может целесообразнее больше наблюдать. Но среди этой группы пациентов встречаются пациенты с фиброкавитарной формой туберкулеза. Когда микобактериоз протекает с очень выраженными клиническими проявлениями. И вот на сегодняшний день у меня два пациента из такой возрастной группы, которыми мы лечимся. Одна женщина закончила курс лечения уже, а второй мужчина только недавно начал терапию. Хотя, конечно же, лучше бы было их наблюдать. Но клиника, лучевой паттерн, который мы видим, и состояние, которое было связано именно с микобактериозом, а мы в этом убеждаемся, обследуя пациента, говорит нам о том, что лечить такого пациента необходимо. Так, о росте нетуберкулезных микобактерий я говорить не буду. Теперь к вопросам, как мы подходим к назначению химиотерапии после установления достоверного диагноза, при определении показаний к лечению, при высказывании пациента о готовности к такому лечению, то мы лечим с учетом теста лекарственной чувствительности. Но тест лекарственной чувствительности должен быть специальный для нетуберкулезных микобактерий, а не для микобактерий туберкулезного комплекса. Сейчас уже такой ошибки специалисты лабораторной диагностики не допускают, а раньше я нередко видела, когда нетуберкулезная микобактерия выросла, и тест лекарственной чувствительности поставили по протоколу микобактерий туберкулеза. То есть базовый документ, на основании которого выстроены для специалистов лабораторной диагностики рекомендаций по тестированию на наличие лекарственной чувствительности нетуберкулезной микобактерии, представлены это в сайте, это CielSide документ, вот такой вот, ну не буду я уже там без деталей сегодня. И существует две линейки нетуберкулезных микобактерий, которым определяется лекарственная чувствительность, медленно растущие нетуберкулезные микобактерии, и быстро растущие нетуберкулезные микобактерии. Сейчас эти линейки я вам покажу, но опережая события, хочу вам сказать, что линейка для нетуберкулезных микобактерий медленно растущих, она больше, чем нужно нам для принятия клинических решений. Смотрите, уважаемые коллеги, и это очень важно, потому что очень часто специалисты, не только даже пациенты, а специалисты-врачи меня спрашивают, почему мы назначаем этот ботол и рефомпицин, если к нему устойчивость. Мы не обращаем внимания на устойчивость к рефомпицину и тамботолу. Для принятия клинических решений нам необходимо смотреть на устойчивость к макролидам, аминогликозиду, ленизолиду и моксифлоксацину. Из них самым главным является, конечно, макролид. А вот для принятия решений о лечении микобактериоза быстрорастущих нетуберкулезных микобактерий, мы там обращаем внимание на всю панель, которая представлена в том документе, который выдается нам специалистам лабораторной диагностики. ТЛЧ для нетуберкулезных микобактерий культуральным методом на сегодняшний день валидизирован. Возможно, будут тоже также и молекулярно-генетические методы, но пока не на сегодняшний день, не на апрель 2023 года. И вот на этом слайде представлена панель препаратов для определения лекарственной чувствительности для медленно растущих нетуберкулезных микобактерий. Жирным еще раз я повторяю то, на что мы обращаем внимание. И очень важно, как нам выдают специалисты лабораторной диагностики заключение, вот бланк, на котором они дают нам эту информацию. Вот на мой взгляд, я же сижу на приеме, ко мне приходят пациенты из разных клиник, из разных центров с этим тестом. Самый лучший тест, вот для меня, как для клинициста, конечно, выдают специалисты лабораторной диагностики, МИЦ в тезиопульмонологии инфекционных заболеваний, в том учреждении, откуда мы проводим вебинар. Почему? Потому что они экономят очень много моего времени, они отражают информацию по аналогии СР, то есть чувствительность или резистентность. То есть мне не надо уж заглядывать в мои талмуды и смотреть, какая там минимальная ингибирующая концентрация у препарата. И второе, для препаратов, которые незначимы для принятия клинических решений, они ставят просто информацию N-A. То есть непригодна для интерпретации, так скажем. И поэтому, если бы все остальные специалисты лабораторной диагностики выдавали бы врачам именно такой вариант бланка, мы бы были им очень благодарны. И вот такая линейка препаратов для определения лекарственной чувствительности быстрорастущих нетуберкулезных микобактерий. И здесь мы обращаем внимание на все препараты, в которых имеется или отсутствует лекарственная чувствительность. Теперь переходим к вопросу, а как назначать химиотерапию. Еще раз повторю, национальных рекомендациях, которые были бы одобрены нашим регулятором российским, Министерством Драгонения Российской Федерации, не существует. И на сегодняшний день самым авторитетным источником, основанием которых мы принимаем клинические решения по назначению той или другой терапии в отношении микобактериоза, является вот это консенсусное мнение от четырех крупных сообществ. Это сообщество Американского, Таракальное сообщество, Европейское респираторное сообщество, Европейский союз по микробиологов и инфекционистов и Американское сообщество инфекционистов. Вот они собрались, консенсусом отработали мнение и опубликовали его вот в этом журнале в 2022 году с небольшими уже теперь дополнениями к 2023 году. Но пока в основном мы пользуемся вот этим документом. И большое им спасибо, потому что очень много было накоплено к 2020 году информации по микобактериозам по сравнению с 2007 годом, когда был вот самый вот этот базовый труд. И вот сейчас в основном мы, конечно, для лечения микобактериозом, я в том числе пользуюсь вот этим документом. Уровни доказательности в подходах к терапии. Надо сказать, что в отношении микобактериум-авиом комплекса и микобактериум-абсцессус, ну, в смысле заболеваний, вызванных этими возбудителями, у нас достаточно сильная рекомендация с позиции доказательной медицины. Чуть послабже рекомендация заболеваний, вызванных микобактерием ксенопии и канзасии. И очень слабый уровень доказательности в отношении других нетуберкулезных микобактерий. И они даже не вошли в рекомендации того документа, о котором я вам сейчас говорила. Но, в принципе, мы тоже примерно понимаем, как можно их лечить. Только мы понимаем, что уровень доказательности вот этой опции будет очень невелик. Потому что, ну, заболевания эти вызываются редко. И, соответственно, накопить массив наблюдений таких пациентов и еще их пролечить и подсмотреть результаты достаточно сложно. Остановлюсь только на двух заболеваниях, которые вызваны микобактериум-авиом комплекса для нашей страны. Это самый актуальный возбудитель. Для пациентов без ВИЧ-инфекции это минимум трехкомпонентная схема терапии. При условии лекарственной чувствительности к макролиду, к ларитромицину мы назначаем. Азитромицин, рифампицин и тамбутол. Еще раз говорю, что рифампицин и тамбутол мы назначаем вне зависимости. Показали вам лабораторию, специалисты лабораторной диагностики чувствительность или не показали. Они идут не как самостоятельные препараты, они являются бустером вокруг кларитромицина и азитромицина. Они помогают не сформировать устойчивость к этому препарату. Самым базовым и мощным и сильным и важным препаратом является макролид. Для пациентов без ВИЧ-инфекции более предпочтительно азитромицин. Для пациентов с ВИЧ-инфекцией чуть более предпочтительным считается назначение кларитромицина. Мы говорим о легочных, это азитромицин. Есть ликвитарные формы, то обязательно даем ежедневно. И если рефрактерная, если устойчивость к кларитромицина, коих по счастью на территории нашей Российской Федерации немного. Вот те пациенты, которых я наблюдаю, только вот, наверное, их, наверное, уже больше 50-60 человек. К 60 человекам приближается, которых я наблюдаю, лечу сейчас, или которые закончили кровь лечения. Устойчивость к кларитромицина была только вот прям единицы. То есть немного пациентов, по счастью, с устойчивость к кларитромицина. Здесь уже доказательность гораздо ниже. Тут мы рассматриваем и битквилин как оффлэйбл, и другие препараты рассматриваем. Возможно, даже и клофазинин будет использоваться в лечении таких пациентов. Но пока еще режим этот не отработан. И самое сложное, на мой взгляд, лечить микобактериоз, вызванный быстро растущей нетуберкулезной микобактерией, микобактериум абсцессус. Комментировать этот слайд я не буду. Презентация будет доступна для повторного изучения. Ну и потом мы много других вебинаров читаем в условиях ограниченного времени на сегодняшний день. Но что тут надо сказать? Если лечение микобактериоза, вызванное медленно растущими микобактериями в отношении длительности у нас определена позиция, это минимум 12 месяцев лечения после конверсии мокроты, то в отношении быстрорастущих микобактерий длительность окончательно не определена, она считается, что не меньше 6 месяцев, а дальше в зависимости от тяжести заболевания, переносимости терапии. И почему такой акцент на переносимость терапии? Потому что терапия крайне архитоксичная. И мало того, она достаточно дорогостоящая. И значительная доля препаратов вводится первое время, во всяком случае, внутривенно. Каждый день внутривенное использование препаратов. Это, конечно, большая вовлеченность медицины, медицинских учреждений должно быть введение таких пациентов. К сожалению, на сегодняшний день этот момент еще окончательно не отрегулирован. Теперь в отношении мониторинга терапии микобактериоза. Я надеюсь, что, когда я все это проговариваю, вы, будучи втизиаторами, сами видите параллели. Можно ли провести параллели между лечением туберкулеза и микобактериоза? Конечно, можно. В плане того, что лечение долгое, поликомпонентное, большое количество схожих нежелательных явлений, побочных реакций. И, конечно, лечить микобактериоз надо втизиатором, потому что для нас это абсолютно привычная клиническая перспектива. Мы абсолютно понимаем, как это делать, но в то же время мы должны понимать, что это два разных заболевания, и лечатся они по-разному. Просто есть какие-то определенные клинические параллели. Мониторинг чуть менее строгий, чем при туберкулезе. Образцы мокроты также желательно исследовать каждый месяц, но хотя бы раз в три месяца, не реже, чем раз в три месяца, но первое время каждый месяц, первые два-три месяца. Если нет мокроты, у пациентов часто не бывает мокроты, особенно с бронхоэктотической формой, то все-таки желательно через шесть месяцев и по окончанию курса лечения провести бронхоскопию с исследованием балл на нетуберкулезные микобактерии. Учевой мониторинг и того реже рекомендовано приводить. Мы, как правило, проводим при туберкулезе раз в два месяца. Ну, специалисты наши зарубежные говорят, надо до начала терапии и через год. Но на самом деле для нас это очень непривычно. Я рекомендую пациентам первый лучевой мониторинг делать через три месяца. Ну, иногда через шесть, иногда через шесть. Но все равно в середине курса лечения мы всегда делаем лучевой мониторинг. Ну, чаще, чем раз в три месяца, мои рекомендации делать лучевой мониторинг для своих пациентов я не даю. Ну, естественно, клинический мониторинг – это оценка респираторной симптоматики, измерение веса, СОЭ, ЦРБ. И мониторинг за побочными реакциями, схожие с тем, которые мы проводим при туберкулезе. Абсолютно окончательно он не прописан, как в наших рекомендациях по туберкулезу. А в международных гайдлайнах тоже не прописан. Ну, в принципе, понимаем, зачем надо следить. Препараты очень нам знакомые, которые назначаются в лечении микобактериоза. И, в принципе, для специалиста опытного большой проблемой не возникает мониторировать лечение микобактериоза. Все прописываем, как часто, с какой частотой делаем, выполняем микобактериоз, выполняем мониторинг. И, в принципе, ничего такого сильно сложного в введении таких пациентов нет. Уже практически близко к завершению нашего вебинара. Давайте обсудим, какая эффективность лечения. Ну, вот несколько исследований на слайдах я вам привожу. И видите, что эффективность ниже, чем лечение больных туберкулезом. Эффективность от 42 до 70%. Это, конечно, похоже на то, как лечится туберкулез, но даже похуже, чем лечится туберкулез. И еще хуже лечится микобактериоз, вызванный микобактерием абсцессус. Эффективность от 30 до 50%. Ну, вот в одном исследовании было показано 70%. Это, конечно, очень высокая эффективность для этого возбудителя. Какие факторы, способствующие прогрессирующему течению микобактериоза? То есть, когда мы тоже предсказательно думаем, что, возможно, придется лечить этого пациента. А если не сейчас, то попозже. Это туберкулез легких в анамнезе, когда есть системные проявления, то есть интоксикационный синдром, когда мы абсолютно отчетливо видим фиберкавитарную форму микобактериоза. Еще раз говорю, когда пациент бактериеводелитель по мазку, распространенное поражение легких и хроническое интерсоциальное пневмонии в качестве сопутствующего заболевания. Надо ли оперировать пациента с микобактериозом? Ровно так же подходим, как и к лечению кавитарного туберкулеза. То есть, если мы понимаем, что консервативно полость не закрывается, и она доставляет какие-то проблемы нашему пациенту, особенно если она крупная. Вот у нас пожилая пациентка, про которую мы говорили, мы с ней курс лечения отвели, но полость, она примерно 9 см в диаметре, она вколоченная в верхнюю долю, у нее постоянно рецидивирующие кровохарканье. Вроде как, казалось бы, надо прооперировать эту женщину, но учитывая возраст и то, что эта полость, она практически вколочена в грудную стенку, ну вот хирурги опасаются, что риск операции, она будет очень, предположительно, очень тяжелая операция, превышает ее целесообразность. И пока мы вот с ней выбрали наблюдательную тактику. То есть микобактериоз мы, по сути, излечили, а вот эта кровохарка, а неорозия сосуда, который, розированный сосуд, который, по всей видимости, попадает в зону вот этой крупной полости, оно сохраняется. И поэтому, конечно, к хирургам, к опыту и к лечению к хирургическому, безусловно, при введении пациента с микобактериозом, с кавитарными формами, безусловно, надо прибегать. Вот что я хотела сказать в рамках сегодняшнего вебинара. Я благодарю вас за внимание. Сейчас Дмитрий мне скажет, есть ли вопросы. Вопросов нет. Поэтому еще раз я благодарю вас за внимание. И до свидания.